Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился. Всем доброго времени суток. Итак, мы продолжаем питать свой дух. Физическое тело мы питаем регулярно, а сейчас посреди торжества сатанинской нечисти нам просто необходимо попитывать свой дух. Не забываем, что Священное Писание, Богодухновенное, так написано, так написано. А значит, прослушивая сейчас притчи Соломона, сына царя Давида, этот царь, царь Соломон, он также был царем, и он был наделен Богом мудростью, которую он должен был передать нам, и он нам передал. Все проходит, а притчи никуда не уходят. Они переходят к нам уже вот несколько тысячелетий. Давайте послушаем. Глава восемнадцатая. Язык глупого – гибель для него, и уста его – сеть для души его. Слова наушника, как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Нерадивый в работе своей брат расточителю. Имя Господа – крепкая башня, убегает в неё праведник и безопасен. Имение Богатого – крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Кто даёт ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Дух человека переносит его немощи, а поражённый дух – кто может подкрепить его? Сердце разумного приобретает знания, и ухо мудрых ищет, ищет знания. Подарок у человека даёт ему простор, и до вельмож доведёт его. Первый в тяжбе своей прав, но приходит соперник его и исследует его. Жребий прекращает споры и решает между сильными. Озлобившийся брат – неприступнее крепкого города, и ссоры, подобные запорам замка. От плода уст человека наполняется чрево его. Произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Кто нашёл добрую жену, тот нашёл благо и получил благодать от Господа. С мольбою говорит нищий, а богатый отвечает грубо. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным, и бывает друг более привязанный, нежели брат. Благодарю вас за то, что вы имели терпение прослушать главу 18-ю притчей Соломона «Мудрости Господней», которые были переданы нам для того, чтобы мы подкрепляли свой Дух и становились мудрее. А я люблю вас. Пусть Бог благословит вас обильно во всех сферах жизни. Пусть Он и зальёт свою благодать Святым Духом на вас, на ваших детей, на ваших родных и близких. Я люблю вас. Оставайтесь со мной.